Здравствуйте, дорогие любители кораблетостов! В военканале Джонни Кэтс вот это обзор на новый польский эсминец Гданский, 10 уровня или как я его называю Гдацик. Особенности этого эсминца наличие RLS-ки и дымов одновременно, при этом достаточно злая артиллерия. Бро, ставь лайк, подписывайся на канал, но если ты еще не играешь в мир кораблей, то самое время качать его по ссылке в описании, чтобы получить топовые бонусы для старта. Пронирование Гдацика 19 миллиметров и влетает сюда все. При этом корпус большой, выращиваться от снарядов сложные, здесь нет разделения отсеков, как на Клибере. Под фокусом, естественно, эсминец падает. Боеспособность 27900. Неплохо, но на нее не стоит рассчитывать, тем более хилок здесь нет. Артиллерия. Три спаррены и одна монобашня, 139 миллиметров. Почти как на Клибере, но на один ствол меньше. 7. Очень быстрая перезарядка, обратите внимание, 3.3. Это почти два раза быстрее, чем у Клибера, у него 5.9. Да, есть у француза расходники, но постоянно скоростность у Гдацика лучше. Поворот долгий, 18 секунд, тем более я его немножко прокачал. Но стоит отметить, что вот эта башня третья крутится на 30-60 градусов. Это очень удобно, как на Испанском Альваресе. Дальность 14.4, меньше чем у Клибера, но очень комфортно все еще. Но уже не исключительно фугасы. Сурон 2000, вертся поджога 11% и бронепровителем 23 миллиметра. Эсминцев разносит Гдацик очень легко. Практически любых, за счет высокого ДПМ. Сжигает неплохо линкоры, но будут проблемы, когда тебе надо работать ББшками, потому что их здесь нет. И как Клибер, Гдацик не способен таскивать цитадели или бить по казематам, например, линкоров, где 300 миллиметров таскивать за зал 5-7 тысяч. Нет, здесь только фугасы и ими нужно выцеливать преимущественно надстройки, либо те зоны, которые ты пробиваешь. Переходим к торпедам. Что-то похожее, как на Холланде, но с дистанции пуска 10 километров. Перезадка 106, урон маленький 1.200, но высокой скорости 8.6 узлов, заметность 1.6. Торпед 10 очень неплохое второстепенное вооружение, тем более их можно пускать, насколько помню, узким веером. За счет высокой скорости цели крупные на них натыкаются. Да, мало урона, но затопы, они чинятся, вы их сжигаете. Опять же, у Калибера торпед хоть и больше, но они идут на 8 км, у Хабаровска вообще на 6. Здесь, на самом деле, вам дали далеко не обрубки. Ого, 4 километра. Негативная черта от французов. К вам перешла. Установки здесь поменяли на Ziv75, но все равно против алька вы неэффективны. Маневренность. Хорошая максималка. Обратите внимание, 43.3 плюс здесь форсаж. Не французский, стандартный, но все равно скорость в порядке. А вот циркуляция, прикладка, как для эсминса, достаточно тугие. Поэтому мансить на Гдацике тяжело. Маскировка в полной прокачке 7.3. Оснащение. Есть дымы. Форсаж стандартный. Обратите внимание, поисковый РЛС, который работает аж на 9 километров. Это много для эсминца, если не ошибаюсь. Примерно у Устра такая дистанция или у Сан-Мартина. Но время работы снаряжения 10 секунд. То есть вы жмете РЛС-ку, вспышку, и она быстро заканчивается. Тем не менее, это полезный расходник. Вы сможете упустить себе территорию или даже успеть сильно раздамажить, а может вообще уничтожить эсминец в дымах. Потому что за 10 секунд при пересадке 3.3 вы очень много вкидываете в треугольника. Короче, в любом случае расходник полезный. Тем более эти 10 секунд можно раскачать до где-то 12. Сборка. Во второй столб можете поставить защиту машинного отделения, либо Форсаж, либо РЛС-ку за уголь. Третий. Я лично все-таки взял пород орудий, потому что с ним есть проблемы. Но вы можете поставить точность. Четвертый. Естественно, спиннер, инвиз и перезарядку. Кэп. Вот такая сборка. Дальность льбы обязательно. Бесстрашный. И я решил все-таки дать маскировку. Потому что у эсминца есть некоторые проблемы с выживаемостью. И чтобы ближе подпускать противников к себе, чтобы РЛС убивать, маскировка будет полезна. Подготовили к Дацико. Погнали смотреть бой и делать выводы. Итак, карта Форерские острова. Здесь воюю за точку Альфа. И это уже показательная ситуация для Гдацико, потому что этот эсминец может неплохо блокировать захват точки противником. Потому что как только точки становятся красные, ждешь немножко времени и жмешь РЛС-ку. Эсминца можно как минимум смугнуть. В среднем раздамажить на 1 треть или по половину, а в лучшем случае вообще его уничтожить. Причем РЛС-ки в целом откатываются достаточно быстро. То есть эсминцу противника придется, чтобы за сейвиться, уходить, делать циркуляцию и при повторном захвате у вас уже к этому времени будет готова РЛС-ка. Также ДАЦико может вот так встать в дым и все еще халдить точку, потому что РЛС-ка и дымы в разных слотах. Безнаказанно по РЛС-ке сможете раздамажить эсминец противника. До сих пор такой фишкой обладал разве что Блэк, но появилась новая ветка евроэсмиков. Да, у Блэка РЛС-ка на семь с половиной километров, но работает дольше. Однако Блэк это девятка и там далеко не такие комфортные пушки, как у ГДАЦика. Все-таки французская мощь здесь сохранилась и в качестве баланса, да, у вас нет ББшек, но постоянная высокая скорость 3.3. По моим ощущениям ГДАЦик способен расстрелять практически любой эсминец в столкновении, но проблемы возникнут разве что с советскими, типа Хабаровск, потому что у них есть броня. И так как там 50 миллиметров, то ГДАЦик эти зоны пробивать не будет. А ББшек нет, поэтому бывать Хабаровск будет в принципе нечем. Хотя даже с таким противником я выходил победителем, потому что долбил в конечки Хабаровск либо в надстройке. ГДАЦик очень универсален, то есть этот эсминец выполняет большой спектр задач на поле боя. Просто залить линкор, как я сейчас делаю с советским союзом, и набить кучу урона, он может. Где-то в инвизе скинуть торпеды на 10 километров быстрые, он может. Спекировать? Может. Посадить из дымов? Да. А еще и найти эсминец с помощью РЛСК. И сравнивая с Калибером, этот плюс очень ярко выражен. Если Калибер, он зависим от эсминцев в команде союзных, которые более инвизны и ведут себя в роли разведчиков, типа обезьяна, шимпанзе, гиринг или что-то другое, которые находят вражеские эсминцы, то Гдацек, он самостоятельен. Калибер в открытой воде не найдет противника. Ему может практически бесконечно ходить эсминец, если там нет пилинга на французе. Потому что француз светится далеко. А вот Гдацек догоняет, жмет РЛСК, обнаружит и уничтожает. Эсминец, естественно, рекомендую прокачать. Очень он получился хорошим. Да, ветка со спорными кораблями, особенно многим не нравится девятка, но вы получите очень крутой топ, который уже сейчас получил ограничения КБ. А это о многом говорит, что корабль полезен, и его решили уже как-то тем самым не допускать в бои. Вот обратите внимание, Холланд, который меня пересветил, он где-то на 5.8. Его инвиз, да, он засвечивается. А у меня 7.3. Понятно, что я получу отметку обнаружен. И был бы я на Клибере, я не знал, где он находится. То есть я бы шел в пустоту. А здесь я жму РЛСК, понимаю, где противник. Успеваю накинуть в него несколько залпов. РЛСК быстро заканчивается, но я по скорости уже догоняю Холланда и спокойно уничтожаю. Короче, РЛСК даже, с учетом того, что он 10 секунд, но это все еще РЛСК, и от него польза... Огромный. Заливаю курфюрста. Вешаем пожарчики. Напишите, когда что-нибудь в Прогданск. Качайте. Тем более о многих сейчас турнирах либо КБ абсолютно полностью недоступен Смолланд. И вот Гдацик будет хорошей его заменой. Мне удавалось даже перестать Марсо. Хотя я считал... Ну и считаю этот Смит с очень грозным соперником, но Гдацик может его вывести. Взливаем курфа. Проблем с Баллистикой нету. Единственное, бывают какие-то... Ну... Проблемы с точностью. Но опять же, все зависит от модерки. Если подать минус 70 к рассею, у него будет получше. Точка расчищена. Можем ее смело брать. И уже 90 урона копилки. Из интересного здесь национальная озвучка польская. Поиграл на блыскавице. Поймете, о чем я. Что мне не зашло, разве камуфляж? Ну, пожалуй. Который покупается за 200 голды. Однотонный, сделан как-то халтурно. Был, конечно, там праздничный европейский. Специально под ранний доступ. Но получить его могли далеко не все, а что донатеры. А вот штатный за 200 голды, ну, слабенький. Скилл я торпеда Минотавра. Обратите внимание, что им хватит дальности дойти и скорости, чтобы попасть. Пусть торпеды действительно вполне применимы. Крейсер Британии мы уничтожили. Садимся снова на хвост Курфюрсту и постоянно так, зажимом убиваем немца. Да, приходится подставлять борт, чтобы работать всех орудий, из-за этого как-то терять скорость и темп атаки. Но такая проблема была и на Калибере. К датушку я могу поставить 9 из 10. Хороший корабль, универсальный, это очень важно. И достаточно сильный. Никакого негатива при игре на нем я не испытываю. При этом представьте, какие можно тактики творить в перспективе в том же КБ. Берете кдацик, он халдит точку в отряде с Дерингом, может быть Юянгом, может быть вообще два кдацика, либо же например Рагнар и это уже две РЛСки, которые практически полностью блокируют точку от противника. Помните, что здесь нет ББшек и это минус. Уничтожить Нептун, Минотауэр, где-то там выбить Циты Смоленску, либо например Дымой, но как Кельберг дацик не способен, он вообще на своем уровне никому не выбьет Стадель. И этим может пользоваться противник. Если вы видите кдацик и играете на каком-то легкоборонированном корабле, то без проблем разворачивайтесь перед ним бортом. Он вам ничего не сделает. Как бороться с этим эсминцем? Стараться не сближаться, потому что на сходящих курсах кдацик засвечивает противника, распилит. Допустим эсминец противника становится в дымы, ты жмешь эрлеску и еще за 10 секунд добиваешь половину и убиваешь. Играть как-то параллельно, следить за эрлесками кдацик стараться все-таки понять, вот он ее поражал, ты светился, она быстро прошла, все, он без эрлески. Обхидывает торпедами, корабль достаточно неманевренный, если есть броня, использовать потому что здесь нет ББшек, ну и с авиацией также контрить польский эсминец, потому что зенитки здесь плохие. На точку при наличии кдацик команды противника заходите кормой, в случае чего, чтобы сразу разорвать дистанцию и спокойно спастись. Но на сходящих курсах, скорее всего, он нас убьет. В лучшем случае, вы можете разменяться кдациком и убить еще его. Но справиться с ним будут способны далеко не все. Вот сейчас использую РЛС, чтобы понять, где Марсель. На 9 километров мы его засвечим раньше времени, иначе он может увеличить из-за острова на нас носом и очень больно сделать своих фугасов. Мы видим, он кайтит. Я здесь поставил дымы, но они мне сейчас не нужны, все, крейсер отвлекся и мы его зажигаем. Это тяжелый, он горит 60 секунд, потратил аварийку, сейчас мы его быстро подожжем. За счет такой высокой скорострельности это делать не проблема. И уже 9 пожаров в копилке. На кдацике можно за бой делать вполне 15. Если вам нужны, кстати, победы в отряде, берите этот эсминец в паре с каким-то светляком и еще дополнительный линкор либо крейсер. Я уверен, 70% за сессию вам будут обеспечены, потому что при наличии такой универсальности корабль отлично влияет на положительный сход в бою. Стихийное бедствие 153 тысячи и остается последняя новинка верфи китайский Лушун. У него габ, у него хилки и очень злый ГК. Идем за ним охотиться, потому что кдацик это вполне себе охотник за эсминцами, тем более вы можете сделать сборку не как у меня у дурона, а допустим перехватчика. Вам достаточно здесь поставить пеллинг и вы будете знать всегда направление на ближайшего противника, который почти всегда будет на эсминце. Толк 3 стрима делал на этом польском треугольнике. Он очень плотно боролся по урону с Клибером, с Рагнаром, но все-таки ему уступил. Зато превосходит Смолланда и естественно Холланда. Если перед вами будет выбор что качать Холланд или Багдацик, я рекомендую однозначно Поляка. Однозначно Гдацик. Холланд не столь стабилен, там все зависит от попадания торпедами, он не такой быстрый. У Гдацик для комфорта есть все. Мешает Айсберг. Лушунь. Пока что недосягаемости блокирует точку. Буквально через пару секунд мы уничтожим. Друзья, таким получился обзор. Я еще раз вас попрошу подписаться на канал, оставить какой-нибудь комментарий для продвижения видео и дополнительной мотивации. Ну и конечно, если ты не играешь в Варшипс, то реально залетай в эту игру и качай по ссылочке в описании. Получишь тогда очень вкусные бонусы. Я вам желаю крутых боев, нагиба, пробуйте, сборки, тащите, играйте в команде. С вами был Джонни, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok